За последнюю неделю на рынке труда Эстонии прибавилось 550 безработных, а всего под эту категорию на сегодняшний день попадает более 53 тысяч жителей нашей страны. Уровень зарегистрированной безработицы 8,2%. Вопреки предвыборным утверждениям некоторых громогласных политиков, что на показатели безработицы значительно влияют и получающие международную защиту беженцы из Украины, их доля в общем пироге безработных не дотягивает и до 12%. Признаков улучшения ситуации не видно, значит в ближайшие месяцы, по мнению руководца кассы по безработице, нас ждут еще большие проблемы занятости, отчасти это связано и с повышением зарплат, имевших место в начале этого года. Повышение заработной платы еще удорожает себестоимость продукции и она становится неконкурентной. Наши предприятия вынуждены будут закрываться, значит будет закрываться количество рабочих мест. Конечно, повышение зарплаты с одной стороны это благо социальное, но с другой стороны правительство совершает этот шаг, конечно должно было продумать меры помощи целым секторам экономики. Среди тех фирм, которые официально заявили о скором закрытии, значится и знаменитая мебельная фабрика «Стандарт», лидер Эстонии по производству мебели высочайшего качества для мировых люкс-отелей, предприятия с богатой историей и традицией. Владелец фирмы «Энвески» Мяги считает, что это только начало больших сокращений и в других промышленных предприятиях. Настоящий удар мы почувствуем к лету. Еще раньше этот один из самых уважаемых и солидных бизнесменов Эстонии призывал правительство изучить опыт поддержки предприятий в условиях кризиса в соседних странах и выработать свою программу. Есть практика очень многих государств, которые то ли по определенным видам деятельности, то ли по определенным видам ресурсов, которые связаны с некоторыми секторами экономики, снижают и либо акцизные ставки, либо налог с оборота. В общем, здесь есть с чем играть, потому что повышение зарплаты одновременно повышает поступление в бюджет. Это же связанные вещи. Подливает масло в огонь и сам министр предпринимательства, он тут давеча заявил, что правительство не планирует разрабатывать новые меры, пока число безработных не вырастет до 70 тысяч человек. То есть на томпе сделали ставку на то, что пожар будут тушить, когда пламя как следует разгорится. Бывший министр экономики Тавиас в качестве примера приводит цифры поддержки предприятий в других странах. В Германии она составляет 7,4% ВВП, 3,2% в Латвии и 6,6% в Литве. В Эстонии для сравнения этот показатель составляет менее 1%. Александр Сухерман, Роман Васильев, Новости Таллина.